Я не знаю, да, но десятка два авторов стали действительно известны, так сказать, ну назовем так, с моей помощью. В те времена, когда у меня еще была своя редакция, а это до 15-го года. Ну и, соответственно, сейчас те, кто у нас на курсах, не скажу, что такими известными, как я, потому что я вовремя начал и правильно все делал, наверное, так получилось. Ну и времена были, так сказать, нулевые, были времена другие, не такие, как сейчас. Но, в общем, сейчас трудно стать известным писателем вообще, потому что, ну как сказать, вот я пишу, собственно говоря, в том слое, которым интересуется наиболее активная часть населения и наиболее активная же часть населения, наиболее активная, продвинутая, она хорошо продвинута в интернет, а в силу ряда обстоятельств, с подчеркиванием бесплатно, у нас достаточно просто. Вот. И, соответственно, меня слышно, кто сзади? Или я могу ее взять на фон? Слышно, да? Ну, можно дать вам видеть? Вот. Слышно? А я спрашиваю тех, кто сзади, а не тех, кто спит. А кто сзади? Да. Слышно. В общем, это все, на самом деле, не очень интересно. Я могу рассказать, как я сделал проект, который, собственно говоря, сделал меня брендовым писателем. То есть, есть понятие известным писателем. Вот я до, там, не знаю, 97-го года был известным писателем. Я писал детективы, я писал триллеры, фантастику, и, в общем, ну, там, тираж, там, 50 тысяч экземпляров, по тем временам тоже неплохой. Вот. Был для меня нормально. Потому что случился кризис 98-го года, у меня не было выбора, и мне пришлось, как сказать, найти, кто делать проект с ресурсом. Вот. Рассказать, как это было? Вот. Этот проект я всегда, с детства, очень любил строить. Вот. И, там, не знаю, в троскопке ездил на разные, в школе еще. Вообще история мне была всегда очень интересна. Я интересовался, в первую очередь, как любитель. Вот. Любитель – это человек, который читает любительскую, так сказать, литературу, да, непрофессиональную. Профессиональная историческая литература на 95% состоит... Настоящая карманная, скажу так, да. Она на 98% состоит из выписок, из ссылок на других авторов, на материалы, раскопок. Ее не подготовлено на человеческой службе. Я был любителем профессиональной истории. Я занялся тогда, когда начал делать свой проект. Было это в конце 98-го года. Помните, да, это время, там, это форум, да, в общем. И издательство азбука закрыло сирии, в которых я издался. На руку. И мне, чтобы у меня был выбор, перед этим выбором очень многие писатели становились, да. Вот ты остаешься писателем, да, или начинаешь заниматься чем-то еще, да. Когда, допустим, ведешь сценаристы, или начинаешь писать рекламу для банков, я этим тоже подрабатывал. И вот, ну, вкусно себе. Вот. Но, если ты хочешь остаться писателем, надо сделать что-то такое, что действительно обеспечит тебе шпект, да. Это как, ну, как сказать, называется бизнес-проект сейчас, да. Да, в принципе, надо найти какое-то место в книжном, вот, среди книг, да, которое потенциально было бы интересно людям, но на которое никто не пишет, да. Вот это тема, на которой никто не пишет. История, я, у меня было несколько вариантов, и наиболее интересно мне показалось именно историю. История, как вы знаете, она нормальная история, она требует знаний истории, вот. Чтобы писать исторический роман, а не женский исторический роман, такие тоже есть. Да, очень, иногда очень красиво, особенно зарубежные романы, вот вы представляете, скачет тройка, да, за ней гонятся медведи, а за медведями кусают. И все это так очень весело, красиво, да. Я, вот, я хотел писать настоящий исторический роман, а это требовало знаний, вот. И что самое главное, не было места для этих романов. То есть был Вальтер Скотт, был, допустим, Сенкевич. Исторические романы как таковые были. Не было современного исторического романа, написано в современном, динамичном, правильном для нас языком, да. Правильным с точки зрения восприятия, вы видите, по-другому, да, не знаю, сто лет назад у меня был период времени, когда я был директором Международного психологического центра, да. Когда приезжали, очень интересно было время, приезжали разные люди, вот, и мы разговаривали с одним психологом из Америки, да, психоаналитиком, да, он говорит, у вас такое восприятие. Мы, у нас, говорит, уже давно восприятие картинкой, клипом. Мы мыслим образами, а вы, говорит, мыслите словами, вот. Но это вопрос времени, скоро у вас тоже все изменится, вот. И действительно, буквально прошло несколько лет, и у нас тоже, ну, так сказать, у нового поколения, у среднего поколения, у тех, кто смотрит кино, да, яркие, красивые, вот. Тоже изменилось восприятие, и теперь мы все мыслим образами, да. И когда я учу других писателей, и сам, разумеется, я это использую, я говорю, картинка, это то, что вы должны создать. Читатель должен все время видеть картинку. То есть, если вы рисуете, если вы изображаете что-то, представляете, вы представляете это в своем сознании, ярко, четко, с деталями, с запахами, с тактильными ощущениями, да, вот. С сопутствующими чувствами считается, что у него пять органов чувств, это неправда. Хотя надо все пять отражать, да. Есть еще чувство страха, боли, это тоже чувство, да, чувство любви. Все это должно быть внутри этой картинки. Но картинка четко, то есть, ты создаешь диалог, в этом диалоге надо не только точно понимать, читатель должен это видеть, кому принадлежит какая река, но надо видеть все, где находится в это время герой, да. Если нет вот этой картинки, да, меняется, я рассказываю это почему, потому что, когда ты пишешь текст, да, ты не можешь предусмотреть совершенно все, да, потому что мы еще и другими местами. Но ты можешь сделать какие-то простые вещи, например, четко представить такую самую картинку, когда ты описываешь текст. Ты можешь совершенно четко понимать, да, ты можешь писать простыми короткими флангами. Вот я вернусь к проекту, да, мне нужно было сделать такую книгу, которая, написать, да, которая, во-первых, чтобы мне саму было бы написать, потому что мы, это, вы писатели, мы как наркоманы, нам нравится, что это делать. Мы без этого не можем обойтись рядом. Вот. И создать такую книгу, которая была бы очень простой восприятия, в которой был бы подслой определенный, чтобы ее перечитывали, да, чтобы людям нравилось общаться с этими героями, чтобы им нравилось окунаться в это время. И там, чтобы был еще один подслойт, чтобы каждый раз, когда человек перечитывает книгу, он получал что-то еще. Есть некоторые вещи, большинство читателей, я это подлинно знаю, им не очень важно, каким языком написана книга. Лишь бы так. Однако, если книга написана действительно хорошим языком, вот, то читатели это чувствуют. Есть вещи, которые воздействуют на нас, что называется, минуя сознанием. Вот. Ну, как запах, да. Вот мы проходим, ибо женщина, и женщина, и думаем, блин, как интересно. А это, на самом деле, это запах. Вот это вот ощущение, да, вот я в детственном, в молодости, там, как бы так. В общем, у меня позитивное ощущение вызывает странные вещи. Например, запах бензина и речной воды смешанных, да, вызывает у меня глубочайший позитив. Потому что для меня в детстве это ассоциировалось в путешествиях по островам. Вот такие штуки, да, которые есть в тексте, да, они воздействуют на читателя. Он не понимает, почему так. Но это есть. Мы, я хочу, так не знаю, и причем это не программируется. Программируются какие вещи. Вот я писал проект, да. Мне было интересно, ну, я хотел приколоса, да. Я хотел показать, пойти, считается, вот, на тот момент, там, фантастика еще считалась, ситуация такая, вот есть современный десантник, да, он попадает в некий исторический мир, и там все строят, да. То есть, потому что он десантник, он крутой, ну, формально, мы знаем, он прекрасно бегает кросс, значит, и умеет попадать из автомата в ростовую мишень на расстоянии 100 метров. Вот. Для, чтобы, для правильного понимания, хороший лучник того времени попадал в ростовую мишень с расстояния 200 метров. То есть, а, если десантника не уважают, да, то он может закурить сигарету, и все испугаются, подумают, что он трогает. Это было очень смешно. Ну, стоит за человека, который знает истории, который совершенно четко знает, ну, как бы, понимает, что, допустим, для древних, ну, для древних народов, да, есть четкие описания колдовства хорошего, плохого, праведного, неправедного. Есть свои языческие боги, и есть чужие языческие боги, и есть приблудные языческие боги, которые, когда они появляются, да, их надо немедленно уничтожить. И вот. То есть, иными словами, человек, который курит сигарету, воспринимается, как странное явление, но не более чем. И если, не дай Бог, в нем западрозит колдуна, его убили сразу. И никто не испугается совершенно, да. Вот. И все, все прогрессорство, да, вот. Человек придумал порох, да. Вот он знает, как, из чего состоит порох, да, и поэтому он тут же придумал бобу, у меня были авторы такие. Вот он поехал на болото, сделал мешок пороха, и с помощью этого мешка пороха, так сказать, подорвал вражеские ворота, и этим пометил порох. И вот смешно ему, потому что, ну, у меня первое название химик, да, я не возьмусь, я не сделаю порох всех веков, я упарюсь, а тут только сидеть. И вот, с огневековым методом, это крайне неприятно. Да, вот. Мешать в нужных корпорциях, правильно отвернулировать, то есть это чрезвычайно сложно, да. Наше знание, да, от того, что я знаю, как устроен автомат Калашникова, это не делает меня человеком, который может его сделать. Где самопал, я смог бы сделать. Может быть, даже сильно постаравшись, я и порох смог бы сделать, будучи там, не знаю, если у меня есть профессиональное знание. Но это мне ровным счетом ничего не даст, потому что, ну, потому что, опять-таки, лучник нормально стреляет до 200 метров и посылает за 2 секунды 3 стрелки. А вот, это не делает меня самопалом, не дает мне самопалом никаких преимуществ. Вот. То есть мне было интересно показать историю. Вот. И эта история должна была быть такой, чтобы ее легко, ну, можно было воспринять современному человеку. Потому что, ну как, будет очень странно, если исторический персонаж, да, начинает удивляться, допустим, ну, не знаю, устройству телегии или тому, как делаю клуб. Вот. Для него это обыденность, да. Он не будет удивляться отсутствию картошки на рынке, потому что он вообще не знает, что такое. А я хочу показать эпоху. Значит, для того, чтобы показать эпоху, мне нужен кто-то, кто удивляется. Дальше. Я хочу показать исторический процесс, да, историю, но при этом хотелось бы сохранить возможность использовать анахронизм. Анахронизм – это те слова, которые, как сказать, ну, несовременные, да, вот. Слово «шоппинг» является анахронизмом до 90-х годов, например. Вот. Я хочу использовать современный след, потому что это делает героев, ну, как бы, повествование более динамичным. И читатели, к моему сожалению, очень хорошо, так сказать, реагируют. К сожалению, почему? Потому что как только у меня героев становится выходец из эпохи, продажа книги сразу падает. Просто сразу. Вот. Потому что писать ее приходится другим языком. Вот у меня была задача написать историческую, подчеркиваю, авантюрно-приключенческую литературу. Почему? Потому что она должна была быть легкой и интересной. Потому что я отдавал себе отчет, что аудитории для исторических романов у меня нет. Люди, которые, значит, если я сразу напишу серьезный исторический роман, тираж его будут допусники, да. Это будет не слава, не успеха, а самое главное, не будет возможности писать дальше. Значит, мне надо эту аудиторию подготовить, да. Чтобы слово с улицей не вызывало, у человека, так сказать, воспринималось как копье, а не как что-то такое, как улица, да. Вот. Чтобы было понимание, чтобы было понимание картин. Вот. Чтобы давать серьезное... Там, не знаю, перед тем, как давать, так сказать, это... Загружая человека диверсионное учреждение, надо научить его арифметику. Просто, чтобы он понимал, как это происходит, да. Поэтому я написал первый угроб, авантюрно-приключенческий роман, он был написан очень простым языком. Это была отчасти пародия, да, на некоторые вещи. Ну, например, там, пародия на традиционные фильмы, когда человек приходит в лес, да, и находится там учител. Все было абсолютно логично и мотивировано. Вот. Герой вышел, там, не знаю, оказавший в средневековой ситуации, первое, тот, те, кто «Варяга» читал, знает, первое, что он сделал, так сказать, а он десантин, он такой хорошо подготовленный, спортивный парень, почти двух метров ростом, прекрасная физическая подготовка. Он в первом же конфликте, нет, первый конфликт у него был с медведем, и там было все хорошо, у него было бежать. Вот. А второй конфликт у него был с местными жителями, и ему хорошо так прилетело по голове. Потому что рукопашка, она имеет значение только тогда, когда у другой стороны нет оружия. И, там, не знаю, очень хорошо подготовленный человек может противостоять среднеподготовленному человеку с ножом. Ну, да, почти на рану. Но даже очень хорошо подготовленный человек не может противостоять, ну, чуть-чуть подготовленному человеку, у которого есть динамерное оружие, например, меч. То есть, его, я вот, мой герой мечом не владел, да? Но это был крайне интересный персонаж. Потому что я, у него, как бы, в прототипе, был такой фармлёрный, знаете, может быть, Иван Трекисун. Вот это вот такой-то тот парень, которому, в общем-то, не досталось ничего, кроме весёлого грамма, да? И славного характера. Который разгильдяй такой, да? Но, правильно, да? Разгильдяй. То есть, с хорошим потенциалом для русских. Вот. Мне он, лично Духарёв, мне очень симпатичный. Вот, я герой сериала, так сказать, моего сериала «Викинг». Да, так сказать, Ульф Черноголовый, впоследствии Ульф Хвити, да? Он мне не симпатичный. Вот. А вот с Духарёвым у меня всё, вот, глубокая симпатия. Вот. И мне, так сказать, это, и у читателей тоже. Речь вот о чём. Вот. Иван Трекисвин, да? У него, у меня, если с ним, он сделал таким, у меня определенные обязательства. Ну, потому что в итоге он что? Он у нас получает церемонию, правильно? Поэтому я должен был тоже дать свою первую церемонию через некоторое время. Я её и дал. И он, что характерно, он её заслуживает. Вот. И весело он не был, так сказать, легко. Я не перегружался историческими подробностями, да? И, в общем-то, единственное, что этот проект стал фантастикой. То есть, это называлось историческая авантюра, да? Но это стало фантастикой. Как это стало фантастикой? Вот. Мы пришли к Торговцу, да? Которого я знал хорошо. И издателя другого тоже знал. К нему пришли. Вот, говорит, исторические книги. Ты, говорит, вот посмотри, вот смотри. Вот здесь у меня лежит фантастика, да? Вот здесь у меня лежит детектив. И ты, кстати, тоже лежит. А теперь покажи, пожалуйста, где твоя история. И всё понял. Я всё понял. Теперь это стало фантастикой. Вот. Это стало исторической фантастикой. В тебе было замечательно. Я издал ещё, там, не знаю, с десяток авторов исторической фантастики. Но как только проект пошёл, в других издательствах, да? Отдельно, почему в других издательствах меня не взяли. Большие издательства мне отказали, так сказать, в любви. Вот, я потом скажу. И вот, появились подражатели. И подражатели эти шли по совершенно другому ключу. Этот путь назывался попадание. Это означало того самого парня, который попадал в прошлое, вот, изобретал порох и быстренько всех побеждал. То есть, классический попадание, он вообще попадает даже не в Древнюю Русь. Он попадает, там, не знаю, в Отечественную войну. Достаточно быстро там вырастает. Вот, вне зависимости от исторического контекста. Вот. Попадает в гости к Сталину. И быстро объясняет ему, что надо сделать Сталину, чтобы сначала победить, а потом задружиться с немцами. Вместе с ними, так сказать, победить пиндосов. Установить Российскую империю на всем запрошаем. Вот. И такой подход, да, ну, это данность. Такой подход обеспечивает плюс 30% продаж. Ну, почти гарантированно. И вот так, в принципе, исторический проект, да, вот то, как читатель, да, влияет на читатель, хочет эскапизма и реваншизма, да. И коммерческий автор, да, который хочет, чтобы у него будет тиражей побольше. Он ему эту фишку дает. Те, кто по толкови, да, они дают. Чтобы создать альтернативную реальность, надо очень постараться. Надо знать не только историю, да, которую, в принципе, любой писатель, который пишет историю, он должен ее знать. Он должен еще знать, как история развивается, как эволюционирует. Как вот лингвистика, да, знает, как меняются слова, как может измениться слово с течением времени, да. Как оно трансформируется, да, как в репортниках там не знают. Если человек знает, да, то, если он специалист, он знает. А если он не специалист, то он конструирует. Ну вот там, не знаю, конструктиву покорного, покойного Задорного, берем слово, разбиваем его на часть, и это. И из этих частей, каждой части придаем отдельное значение. Берем, там, не знаю, фамилию Задорным, делим ее по слогам, Зад, Оль и Нов. И на основании вот этого деления мы, так сказать, ищем первоначальный смысл этой фамилии. Зад, Оль и Нов. Каждое из этих слов значимое. Вот. Это непрофессиональный подход. Профессиональный, а немножко другой. Вот. Но так или иначе, если человек хочет писать альтернативную историю, он должен знать, по каким законам это все развивается, и некоторые действительно умеют. И вот. История, можно, конечно, подымнуть, да, каким-то, иначе, да, история такая штука, да, вот. Мы сейчас в Твери находимся, да, сложись ситуация в, там, не знаю, ну, почти тысячу лет, ребят, чуть-чуть. Иначе, да, и главным, так сказать, это, великим княжеством вот этой вот территории была бы Тверь, а не Москва. Вот. И я, так сказать, я не думаю, что это было бы лучше, потому что в данном случае решала не Тверь, не Москва, а решала Адарь и, так сказать, решала у кого лучше административный ресурс. Вот и Москва административный ресурс в Ультале оказался лучше. Вот. И Тверь перестала быть доминирующей в Великой Княже. Вот. Вот в истории все происходит именно так. И нельзя взять и, там, не знаю, переставить две вещи, две фишки, да, вот, кажется, роль личности в истории, да, вот. Если мы убираем, это важно, да, если мы убираем какую-то личность, изменяем какую-то маленькую-маленькую деталь, да. То есть, там, любят очень играть в Иллии, вот, там, не знаю, вот у нас в свое время было три, как бы, ну, вот, так сказать, был Николай Второй, да, который отрекся от трестола и от своей страны, фактически. Не имея права, ну, как бы формально, человек, которого венчают на царство, он не может отречься, да. Ну, вот это Бог. Это как там, не знаю, просто человек сказал, что он мне больше не жена, да, вот. Вот, в православии этого не может быть, то есть, надо, чтобы патриарх, хотя бы митрополит подсуетился, да, вот, вот. Но, если бы на тот момент не умер его брат Константин, да, отжигал, вот, ситуация могла бы быть совершенно другая, историческая, да. Поэтому, вот, очень многие авторы альтернативки, они приносят, там, находят, открывают пенициллинг, вылечивают мастертина, вот, и все сразу становится иначе, да. А все сразу стать иначе не может, потому что, когда, там, не знаю, новый губернатор приезжает в коррумпированную область, да, вот, ему нужна команда. И мощная команда, чтобы убрать старых и посадить новых. Если у него такой команды нет, ничего не сделает. Вот. Значит, то есть, для того, чтобы правильно выстроить историческую альтернативу, надо понимать механизмы, как это работает. Но еще раз говорю, вот, я этот жанр ужасный попаданцев породил в свое время, но мне это не нравится, потому что я-то хочу показывать историю. Вот. Я написал три действительно исторических романа. Это «Ялышь», «Княжья», «Русь» и «Государь». Это настоящие исторические романы. У них язык исторических романов. Там история выступает в качестве героя, да. Это, так сказать, они отличаются от авантюновых и кричейских читателей, но они воспринимают их хуже, чем авантюновых и кричейских. Тут надо мозг надгорять. Но все-таки, но все-таки, их читают, да. Написать исторический роман достаточно сложно, потому что значительно выше уровень ответственности, значительно больше материала приходится обрабатывать. значительно сложнее понять какие-то, то есть, чтобы написать там, не знаю, крещение «Руси», да. Чтобы написать, это надо самому, это по-не было очень... Я достаточно долго пытался осознать, почему, допустим, «Русь» была крещена Владимиром именно в таком жестком формате. Я нашел эту объяснение, которое, ну, что называется, было внятно мне, и я надеюсь, было внятно читать, почему так произошло с точки зрения того времени. Вот. Почему вдруг князь Владимир, который в свое время разрушал христианские храмы, да, дело в том, что к моменту его прихода, да, Русь уже была мягко крещена Ольгой Книгининой. И, скорее всего, его брат, так сказать, да, Ярополк тоже был крещен, поскольку он нормально вел переговоры, это известно, с европейскими монархами, с западными европейскими монархами, с Атоном, в частности, императором. Вот. Значит, ну, это исторический факт, да. Вот. Владимир пришел на, так сказать, это, с лозунгом за старых богов. И вернул, так сказать, это, в Киев язычество, фактически. Вот. Он вернул язычество, и все, вроде бы, какое-то время было неплохо, а потом он взял и Русь крестил. История, как сказать, та, которую мы знаем по школе, она очень сильно отличается от настоящего. Очень сильно. В первую очередь, потому что данные, которые у нас есть, допустим, повесть ПВЛ, да, знаменитая, да, вот, она соответствует истине примерно процентов на 15. Ну, допустим, формат договора между, так сказать, Константинополем и князем Святославом, да, наверное, даже князем Олегом, он более-менее близок к тому первоисточнику, да, вот. А все остальное уже подальше, да. И если в византийских источниках написано, что Русь пришла в Византию спасать Василия и препарата Василия, будущего Болгарабоису, неприятного персонажа, но мне это сейчас важно. Вместе со своим архонтом, да, три византийских источника об этом сообщили. Архонт для воинов, для дружины. Это наивысший, так сказать, начальник, да. В данном случае это великий князь. Ни один князь не станет посылать дружину числом 5000 человек куда-то еще. В первую очередь потому, что это и есть почти вся его дружина. Вот. В то время так было не принято. В то время, если войско вступало в бой, то его лидер, да, он был во главе войска, так положил. Вот. Вот поэтому я склонен думать, что Владимир предводительствовал своему войску. Хотя в «Провести временных лет» там написано, да, в другой. Византийцам, в данном случае, я верю, больше они не заинтересованы. Это я к чему. Примерно так собирается историческая картинка, примерно так вот делается историческая карман. Это сложно. Надо с этим разбираться. Ну, я ведь эти выписываю, что я беру. Значит, собственно, наверное, я устал говорить. Давайте позадавайте вопросы. Давайте. Можно с вами? Да, конечно. Как ученым, мне, безусловно, кажется, более достоверно, ну как, я обычно говорю, так, вот есть такой круг, да, вот все, что вы понимаете. То, что внутри круга это могло быть, то, что снаружи, да, этого быть не могло. То есть происхождение русов непосредственно от гиперборийцев, оно снаружи, да. А вот то, что были некие племена славянского корня, которые стали, так сказать, стали варядами, да, это возможно. Тем более, что в моем варианте, да, я это, об этом вот буду писать в продолжении, но в последней теки я уже писал, да, немножко. Я для себя, я выстраиваю непротиворечивую концепцию того, что вообще... Макс, у меня лекция, извините. Я перенаду. Так. Непротиворечивая версия, да, вот, если там, не знаю, вот, слово варяд, происхождение, слово варяд, у него есть, на мой взгляд, два, ну, таких более-менее логичных. Не обязательно правильных, может быть, еще пять правильных вариантов, вот, версий. Первое, это слово варяд, это так называли в Вязанке стражников, да, гвардии императоров, варядов, которых набирали вот как раз из крепких северян. И в моей базе варяди, это те, кто, собственно говоря, произошел от вот этих вот, отслуживших византийскими императорами. Это нормально для образования воинского братства, тем более механизм образования воинского братства, которые исторические, серебряковые и этичные, мы знаем. Ну, я понимаю, вот, поэтому для меня варяди – это братство, но, так сказать, славянского наполнения, славенского наполнения, потому что славяне – это вымысленный образ, есть славения, славения – это те, кто говорит на понятном вам языке, нам языке. Есть немцы, то есть варианты, там, не знаю, писали немецы с фризом, вот, так сказать, это, это, то есть немцы – это те, кто не понимает, там, правильно, мы стоим, вот, значит, вот это вот два основных деления. Были викинги, эсты, ливы, там, не знаю, так сказать, в общем, были викинги, там, не знаю, из других балтийских племен, то есть, фактически, викинги – это ребята, которые, ну, люблю викинги, не буду одними его использовать. Значит, как, там, не знаю, историк, я склоняюсь к нормандской версии происхождения варядах, как историк, потому что, ну, потому что археология это подтверждает в большей степени, чем все остальное, именно археология. Вот. Но, как писатель, да, я могу выбрать менее достоверную, возможную, да, но менее достоверную версию, которая создает мне возможность создать конфликт. Вот. Поэтому вот они у меня говорят на русском языке. Это возможно. Это менее вероятно, чем, если бы они говорили на бактериористской династии, да, но это возможно. Но этика правила и законы, которые, по которым я выстраиваю это варяйство, общее большими коррекциями стороны русской правды – это все-таки скандинавское право. Потому что того права, которое было в то время, допустим, у Кривичи, я не знаю. До нас не дошло никаких источников об этом. Я ответил? Или не очень? В общем, очень надо. Вы уточните, я... Ну, вы... Так, еще. Значит, сейчас эта разница особенно у нас там появилась. Еще там, не знаю, лет 7-8 назад, да, было много, там, не знаю, 500 известных писателей. Известные писатели – это те, которых знают, читатели, которые покупают их книги в достаточном количестве, да, и позволяют человеку жить, как сказать, на своей гонораре. Это известный писатель, вот, в понимании там 7-8 лет давности. Брендовый писатель, вот, это, там, не знаю, другой уровень продаж, другой уровень отношений издательства, да. Брендовых писателей, ну, вот я вхожу в 20-ку по рейтингу Литреса, да, это электронные продажи. Я сейчас на 13-м месте. Или на 14-м, я уже не помню. Среди всех писателей России. Значит, рейтинг Литрес – это электронные продажи, это те люди, которые покупают за деньги то, что можно было бы скачать бесплатно. Я очень всем признателен, кто покупает мои книги, да, в электронном виде или в бумажном, потому что это дает мне возможность их писать. Вот. Значит, бренд – это скорее, там, не знаю, брендовый писатель – это человек, который не издается в серии, да, это человек, у которого, фамилия которого сама и есть серия. Вот. Вот как-то так. Когда у меня спрашивают, там, начинающие авторы, а вот как издательство, к кому, что обратите, вы приходите в книжный магазин, вы находите какую-нибудь серию, ну, как раз не брендовый писатель, не Акунина, Сустинова, неизвестных имен, вот, которые примерно соответствуют вашей, тому, что вы пишете. Открываете выходные данные, находите издательство ведущего редактора и отправляете этому ведущему редактору свой текст. Не факт, что он прочитает, не факт, что он попадет, вот, там, не знаю, покажется подходящим, не факт, что к этому времени серия не умрет. Но это единственный осмысленный способ для человека, который только начал свое движение, попасть в коммерческую литературу. Что такое коммерческая литература? Это та литература, за которую люди готовы отдать, либо свои деньги, если они покупают, либо свое, так сказать, время, если они читают бесплатно. Вот, это те книги, которые нашли своего читателя. Потому что я в свое время слышал выступление, так, не знаю, на одном публичном мероприятии одного из членов Союза Писателей России, который сказал, мы пишем великие книги, он, так сказать, это руководство чиновников Доры, мы пишем великие книги. И это не наша вина, что народ у нас такой тупой, он не понимает величия наших книг. Поэтому вы должны заставить людей читать наши книги. Вы должны заставить, это ваша обязанность, потому что именно мы пишем настоящие книги. Просто люди этого не понимают. Ну, и мы говорим, что это там не все так просто, да, то есть у нас нет денег на ваше продвижение, и все остальное. Он говорит, ну хотя бы дайте нам деньги, чтобы мы могли писать наши книги, чтобы мы могли их издавать. Вот. На самом деле, такой проект в какое-то время был, вот, когда, так сказать, государство выделяло деньги, печатало книги, которые за совсем смешные деньги выкладывались в продажу, там, 20, 30, 40 дней. Эти все, к сожалению, не продавались. Они не продавались, потому что, ну вот есть машина Жигули, мы знаем, у нее, там, не знаю, ограниченные возможности, дозовем это так. И есть машина Мерседес. У нее лучшие возможности. Цент их совершенно разный. У Жигули и у Мерседеса, да. Но фишка в том, что Жигули, машина, автомобиль Жигули, они тоже ездят, на них можно ездить, да, лучше они или хуже, да, но они выполняют свою автомобильную функцию. Когда человек пишет некоммерческую книгу в понимании, я пишу то, что мне хочется писать, потому что, вот, блин, я великий, ужасный, да, я вот. Вот, он, это он создает машину, которая не может ехать. И независимо от разницы в цене, ее они возьмут даже за совсем маленькие деньги, потому что она не ездит. И вот эта вот штука, да, вот эта штука, она очень важна. Если коммерческая литература, человек может написать очень сложно. Очень, как бы сказать, многослойную книгу, ну, там, не знаю, Петросян «Дом в котором». Очень непростая, очень сложная. Человек в нее вложился, писал 10 лет, к сожалению, с финалом у нее не очень получилось. Ну, блин, не очень получилось у нее с финалом, потому что человеку говорит, блин, ну, закончил ты когда-нибудь это все. И она сделала финал формально, там мог быть великий финал. Но все равно книга невероятно достойная книга. И она нашла и своего издателя, и своего читателя. То есть книга, которая ездит, да, машина, которая ездит, да, она находит своего покупателя. А, так сказать, производственный роман, да, в свое время, который никто не собирался читать, но который в советское время выходил тиражом 200 экземпляров, потому что он... Его все равно никто не читал, да? Вот. Но вот, ну вот там, да. Сейчас коммерческая литература, коммерческая литература, это не та литература, на которой, так сказать, наживаешь. Книжная отрасль, она вообще очень бедная и для всех, и для издателей. В том числе, издатели зарабатывают сейчас книжные магазины, канцелярии. И это несравненно больший доход приносит, чем какие-то. То есть типичный магазин «Буквайт» в Питере, это на первом этаже канцелярии сувениры, но во втором этаже, там, не знаю, большие детские книги, игры, там, все остальное, а на третьем этаже только художественная литература. И был случай, у меня там как раз встреча проходила, когда Лишка, такой эскалатор, который вел туда, на третий этаж, он сломался. Эскалатор сломался, и был сломан примерно час. Вот. И узнали об этом как раз в конце этого часа. Никого это, собственно говоря, не волнует. Вот. Но, конечно, если у тебя книжный магазин, то это скидки в аренде и прочие льготы, да, и вполне это удобно, если ты в этом же магазине держишь кофе. Вот. Я к чему? Коммерческая литература – это та литература, которая находит своего читателя. Это тот автор, который, как вот я начинал в театре, да, в театре было совершенно незазорно развлекать зрителя, да, использовать для этого какие-то приемы, делать что-то интересное, да. Точно так же коммерческий писатель, он старается сделать что-то интересное для читателей. Действительно интересно. Вот. Потому что, если неинтересно, да, то эту книгу не будут покупать. Да, ну, если, конечно, будут доплачивать за покупку книг, может быть, и будут. Есть, вот я тут общался, мы семинар проводили в Москве наших курсов «Мастер-Текса» в помещении журнала «Новый мир». Ну, журнал «Новый мир», наверное, кто-то о нем слышал, да, о ВОО. Значит, ну, у них серьезный дом в Москве, они неплохо зарабатывают, сдавая варианты его помещения. Что касается самого журнала, то они жалуются, что он плохо очень продается. То есть раньше там были чуть ли не миллионные тиражи, а теперь три тысячи. Журнал не изменился. Он совершенно, как сказать, он толстый журнал, у нас живут в основном за счет библиотеки. Было страшно все, они страх, когда собирались сократить финансирование библиотеки, как раз это было, по-моему, в год литературы, вот, так совпало. И это, и первые, кто возмутились, это толстый журнал, потому что библиотеки перестанут их покупать, да, и они схлопнутся. Не, ну, у них останутся дома и помещения, их тоже можно сдавать в аренду, все нормально, вот. Но все-таки хочется, чтобы при этом еще и журнал какой-то издали. Вот. То есть наши журналы, они, к сожалению, литературные, они некоммерческие. У нас уникальная ситуация в стране. Во всех других странах, ну, в Польше, например, да, там литературные журналы являются таким вот тренировочным залом для начинающих авторов, да. Это очень здорово, я смотрю, как это работает, это прекрасно работает. Во всех странах, да. Есть система премии, которая поддерживает именно новых авторов. Не группу друзей, да, вот, а и близких, там, не знаю, там, не знаю, основателей премии, а новых авторов. Эта система действительно работает. У нас, как бы так сказать, писателям сложно. Ну, кого? Кого в нашей стране бегут? Да. Да, вы видите, сын. Алло. Да? Еще что-то? А тебе это называется? А скажите, пожалуйста, что вы сейчас сами читаете? Читаете с удовольствием? Ну, вот я недавно с огромным удовольствием прочел книгу. Это фантастика, это сложная настоящая фантастика, очень умная. Книгу Моргана «Черный человек». Ну, в переводе, естественно, я недостаточно хорошо. Я когда-то читал по-английски немного, ну, там уровни химиклории, что-то. Но такие вещи я, конечно, не могу читать. Подлинники никогда не могут. «Черный человек» — Морган. Морган, если кто-то смотрел сериал «Альтернативный видоизмененный углерод», вот, это один из самых сильных современных англо-американских, она их обучает, не помню, автор. Это действительно сложная книга, я прочитал с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас здесь я пытаюсь читать новую книгу Дины Рубиной, которую я очень люблю, вот. Но к моему большому сожалению, Дина Рубина уже давно идет по пути небольших рассказов и зарисовок, и, там, не знаю, а не по пути новой желтой канареи. Вот. То есть, это плюс, там я читаю огромное количество, так сказать, там, материалов. Я уже не издатель, да, у меня уже нет необходимости читать. То, когда я был издателем, да, у меня были редакторы, у меня были лидеры, которые снимались, у меня значительная часть. То есть, мне попадали только сливки. Вот. Ну, сейчас я читаю время от времени тексты наших курсантов, да. Я читаю современные топы российские, да, то есть, когда появляется, допустим, некий жанр, допустим, жанр Лейденбре, который вдруг становится популярным, да, я смотрю, или автор, я смотрю, а почему он, собственно, популярный? Мне не всегда нравится то, что я читаю. Но это же, как сказать, это же обратная связь. Что еще фокус? Ну, специальная литература. Специальная литература, я читаю много по творчеству, да, по механизмам творчества. В основном это творчество, анаусь, вот, по нейрофизиологии, что-то, да, тоже очень интересное. Историческое, разумеется. Сейчас очень много исторических находок интересных, да, вот, в том числе и у нас. То есть, какие-то вещи, они не то, что переворачивают представление, хотя некоторые переворачивают, ну, для афеологов, вот. Но это действительно много интересного, а для писателя-историка это база. Так, что еще? Ну, вот как раз к вопросу об исторической литературе. Если вы пишете исторические романы, куда вы черпаете историческую 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 историческую? Традиционную. Традиционную. Первая. Это лифт ваших исторических исторических. Доверять можно археологии. Археологии, ну, как археологии можно доверять? Вот, есть такой термин, называется, который есть такой предмет височной польси, да. Один из, не будем называть фамилии наших больших историков, назвал их височными польсами. Дескать их привязывают к вискам, и они тут висят, да. И все было плавно, люди защищали диссертации координатские и докторские на эту тему. А потом вдруг начали захоронить, где эти височные кольца в ушах. В ушах. Не привязаны, да, в ушах. Ну, сейчас, спустя пять лет, об этом уже упоминают. А тогда это был такой фурор, да. То есть, можно полностью доверять археологическим данным, но не всегда можно доверять интерпретациям. Литературные источники, как хронисты, да, надо сразу понимать, что, как и для чего этот хронист существует, да. То есть, там, не знаю, некоторые хронисты писали две хроники. Одну, так сказать, для заказчика, который финансировал, а другую для себя. Вот. Некоторые хронисты, например, там, не знаю, надо понимать, что задачей хрониста была не передача исторических данных, а, допустим, позитивно-богословское наставление современнику. Поэтому ему важно было не исторически, допустим, писать историю князя Владимира, а правильно провести аналогию между, допустим, князем Владимира и царем Соломоном. Да. И ради этого он, в принципе, пренебрегал историческими фактами, потому что что такое исторические факты в сравнении с настоящей верой, да, и настоящей назиданью. То есть надо уметь с этими источниками работать. Вот. Археология, источники, безусловно, так сказать, правильная интерпретация. То есть есть такой, ну, скажем так, историк, назовем это так, Тони, да, вот он, допустим, пишет о методологии истории. Есть для... Историки есть профессиональные среди, те, кто сейчас в зале, есть? И вот. Я вас уверяю, да, поскольку вот историческая наука, да, она, конечно, ее легко фальсифицировать, да, но это действительно наука со своими методами, со своими способами анализа, со своими знаниями. То есть я, когда работаю с источниками, да, я работаю с ними, ну, по-умному, если где-то есть, я их сопоставляю, я их проверяю, да. Пока я не увижу, но я писатель, я пока не увижу картинку. Как только у меня сложилось на базе должностных картинок, я могу писать. Нет этой картинки, нет этого внутреннего ощущения гармонии с тем миром, который я его создаю, да. Этого нет. Я читаю саду, да, какую-нибудь картинку, и она написана намного позже, так сказать, существующих событий, хотя в то время и, так сказать, душная традиция была очень точной. Слово в слово это проверено. Вот. Значит, и я чувствую, да, где это соответствует правде, а где это не соответствует правде. По детали. По детали. По детали. Как-то так. Я ответил? Так, что у нас со временем? Сколько времени сейчас? Еще 9 минут. У меня еще 9 минут, значит, да? Позже еще вопрос. Да. Вы, например, слышите в Византии. Мне несколько раз сказали в Византии. Это не специфическая позиция. Ну, может быть, там плавающее удаление, можно говорить и так, и так. Да. То есть, это, как сказать, я говорю, позвонит, но с недавнего времени позвонит, это тоже правильно. А теперь уже позвонят. Да. И, ну, если сказать, да, как-то там, не знаю, язык меняется, да? Вот, там, не знаю, вот есть кофе, да, который мужского рода, да? Вот. И есть кофе, который среднего или женского, вы можете его взять в автомате. То есть, тут, да, это как-то неразное есть. Но еще раз говорю, я не ученый, я не ленталист, и я, как сказать, пользуюсь чужими наработками очень часто, да? То есть, там, не знаю, так сказать, там, ученым там, не знаю, Шахматовым, да, Верна Ацкин. То есть, они более глубоко проникли, у них разные взгляды, да, на ситуацию, разные интерпретации, но они очень глубоко относятся к этому, к тому, что они делают, лучше, чем я. Потому что, и мне не надо ни с кем перспектировать. То есть, когда я выдаю какой-то тезис, да, мне не надо объяснять, почему он лучше, чем то, что предложили еще 10 уважаемых ученых, да? По первому образованию за химиком, по второму историю? Нет. Я занимаюсь историей, по первому образованию, не, наверное, по второму образованию наработок. Вот. Я профессионально занимаюсь литературой в течение, там, не знаю, ну, точно с середины 80-х. Профессионально, это когда я начал получать деньги, вот, когда мне сказали, что я могу больше не работать в нашем обществе авторских прав, сказали, вы уже зарабатывайте доставьте, чтобы не считаться идеянцем. В советское время был такой термин, кто деянец, да, вот. Человек, который не зарабатывает прожиточный минимум. А вот, то есть, историей я профессионально занимаюсь, наверное, с 99-го года, то есть уже лет 20 почти, да? Ну, скажем так, думаю, что у меня хорошее историческое образование. А можете сказать, с твоего первого образа, вообще, почему вы стали писателем, вот, свой первый образ, что вас там подполило, вообще, где-то, где-то, где-то... Я первые стихотворения не писал, тогда я еще читать не могу. Вот. Вот. В более старом и старшем возрасте я боялся мне стать психологом или литературой, ну, я тогда поэтом, я тогда еще не буду писать, или поэтом, вот, и я выбрал эту литературу. Так, ну, что, рассказывать было. Это нет выбора, если человек, как-то писатель, вот, если у него есть дар, у него, блин, нет выбора. Это потому, что, как сказать, если ты попытаешься смирнуть, тебя вернет обратно. Это вещи мистические, но выборы действительно, как это, не грустно, и здорово нет. Да? Можно вопрос? Да. Скажите, а стихи вы сейчас пишете? Ну, по большому счету, я бы не называл это стихом. То есть, чтобы правильно понимать, да, вот, стихия – это определенное состояние сознания, да? Это то, что приходит оттуда, да? Не отсюда, а оттуда. Вот. Это дается, создает совершенно определенного, определенное состояние личности. Да, вот, в 88-м году у нас был первый в Петербурге, первый, ну, у нас это городской клуб песни, был первый концерт без цензуры. Раньше все заверялось, потом сказали, как клуб разрешили, и нам параллельно разрешили. И вот, как бы, вот, ну, мы подумали, подумали, решили, ну, нас все равно посадят после этого, да? Ну, блин, мы хоть, я просто состояние, да, но мы хоть один раз, что называется, и вот, я выхожу, я открывал концерт, как поэт, да? Вот, я выхожу в большой концертный зал рядом с Шумлянским вокзалом, такой на полторы тысячи мест, такой с колоннами, длинный, красивый. Я выхожу там на НСЛ и говорю, в этой стране только мертвые срамы не имеют, в этой стране только мертвым надо говорить, в этой стране на развалинах Третьего Рима только и Свету, что спать на молитву творить. Это вы, как сказать, это непредставимо для человека, который не жил в Советское время, да? Это просто вот такой разрыв сознания пришел. Вот, то есть ты уходишь, то есть ты уходишь потом другим. Вот. Не потому, то есть когда ты это сочиняешь, ну, там, для себя, да, это нормально, а вот когда ты выносишь это наружу и понимаешь, чем тебе за это придет, ну, мне, к счастью, не пришлось за это ничего заплатить, и чем заплатить, ну, там, все, так сказать, обошлось. Хотя в стране ровно еще там ничего не изменилось, вот, но вот обошлось, да, меня не посадили, да, и никого из нас не посадили. Но вот, вот это вот состояние, когда ты пишешь, потому что ты пишешь, когда это тебе приходит, да, и ты это реализуешь умение. И за все это ты платишь достаточно дорого. Чем мы платим? Мы платим здоровьем, мы платим, временем платим. И для того, чтобы перейти на следующий уровень, надо измениться качественно, да? А чтобы человек качественно изменился, как с ним обходится судьба, да? Она отнимает у него то, что для него самое дорогое. Вот то, что для тебя дорого в этот момент, вот это у тебя и отнимает. Если ты с этим справишься, да, если ты это переживешь и станешь действительно другим. Ну, а если ты справишься, значит, вот так. В лесу у него рекомендация. А вот, допустим, варьер, креста для диквы, а его было достаточно кинематографичным. Наш кинематограф занимается освоением финансирования. Он не занимается съемкой фильма. Вот фильм «Викинг», да, вот я рассказывал об этом, рассказывал. Я приехали мы тогда к Максимову, да, то есть, который впоследствии этот фильм я продюсировал. Я его очень уговаривал сделать фильм по Владимиру, да. Потом мы договорились в другом месте, и почти получилось, что пришел Михалков, когда он не хватало денег на сеть гостиниц, и все забрал. То есть, не только с нашего фильма, это все, вот. Ну, вот, и выросло, типа, из этого появился фильм «Викинг», да. Вот я не хочу, чтобы меня так снимали. Блин, это же, как сказать, то есть, лучше, лучше никак. Я не хочу, ну, я там, не знаю, с французами делал мультик, да. Там очень хорошие, высокопрофессиональные люди. Они, конечно, тоже много требуют, они делают замечания. Но я, это осмысленные замечания. Я понимаю, что я работаю с профессионалами. Когда я сталкиваюсь с нашими кинематографистами, блин, это тихий ужас. Это, вот, нет слов. И это, в первую очередь, это пирка бабла. У нас есть несколько достойных фильмов, действительно. Вот. Но их по пальцам можно пересчитать. Все остальное, это освоить идею. Я этого не хочу. То есть, конечно, там периодически ко мне выходят с предложениями, но я их отметаю. Если выходит с предложениями, они полулюбители, да. Я говорю, ну, когда у вас будет понимание, как вы это будете снимать, я в этом с удовольствием поучаствую. Я могу написать сценарий, действительно, я профессионал. Я могу написать сценарий, я могу все это сделать. Но, как сказать, участвовать в этом процессе пирки государственного финансирования, да, я не хочу. Я знаю, что получится. А, так сказать, это HBO, да, или, там, не знаю, Меффикс, ко мне не обращаются с предложением. Но им бы я, конечно, не обращался. Даже бесплатно. Вот у меня аудиокниги записывают, там, не знаю, за символические совершенно деньги. Но я поставил единственное условие, чтобы записывал их. Валерий Кухарешев, народный артист, он потрясающе читает. Вот, так сказать, а наше кино нет. Наверное, так. Да? Вы работаете с историческими документами, да? А какие вы еще для себя занимаетесь? На английский, за словами. У нас сейчас большинство книг переведено, и переведено очень толково. Вот, то есть практически все исландские саги, да. Если я читаю перевод, допустим, там, не знаю, визотического хрониста, диагонами, я читаю академический перевод, где есть все интерпретации, все возможные толкования, со ссылками, спасибо интернету, да, вся эта замечательная академическая литература, она вся выложена. Вот. Я могу, то есть, как бы, обсуждать настоящую научную работу, вот берется вот такой кусок, и разбирается со всех сторон, да, на русском языке это все происходит. Я не могу оценить вот эти вот греческие топонимы, которые там есть, но специалисты, как оценивать до меня, и за это ему огромное спасибо. Я, к сожалению, не знаю, вот мой знакомый, там, не знаю, историк, который я все время консультировался по средневековым вооружениям, да, который отъездил там кучу европейских музеев, передержал в руках тысячи мечей викинг, да, он знает твой себе язык. Ух, ему повезло, его мама выучила шести в детстве, вот. Но это, ну вот как-то там. Ну что, надо поздравить. Спасибо. Всем большое спасибо. Да, если хотите, то, что... АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Продолжение следует...